Накануне в городе над Бугом была открыта мемориальная доска в память о заслуженном работнике культуры БССР, кандидате филологических наук Едвиге Антоновне Чернявской. Ее жизненный путь с юности был тесно переплетен с педагогической деятельностью. С 16 лет Едвига Антоновна работала учителем. В годы войны эта бесстрашная женщина создала настоящую лесную школу для детей-партизан. С 1956-го работала преподавателем, старшим преподавателем, а затем и заведующим кафедрой русской литературы в Брестском педагогическом институте. Об учителях говорят много. И, наверное, действительно слово «учитель» занимает значимое место в жизни каждого человека. Но есть люди, которые несут эту профессию с, будем говорить так, заглавной, той буквы, для которых это смысл жизни. Это правильно, когда и городские власти, и общественность пытаются увековечить память таких людей. Людей, которые создавали, создают и будут создавать историю. Людей, которые своими делами, своими поступками, своим образом жизни восхваляют наш город, нашу республику. Едвига Антоновна Чернявская – педагог от Бога. Так считают ее ученики и последователи. Люди, которые имели возможность общаться с этой талантливой и трудолюбивой женщиной, учиться у нее и черпать вдохновение в ее труде. Память о Едвиге Антоновне будет жить в их сердцах вечно. Мы к этому дню шли действительно очень долго. Мы хотели с 2005 года, тогда, когда не стала Едвиге Антоновной, сделать так, чтобы ее память была увековечена в городе, чтобы люди знали о том, какую непростую, тяжелую жизнь прожила Едвига Антоновна, и как достойно она выдержала все испытания. Едвига Антоновна – настоящие ориентиры – пример не только для тех, кому посчастливилось знать ее лично. Молодые сотрудники Брестского государственного университета имени Пушкина, а также других вузов страны часто используют практические наработки, которые описаны в ее учебниках и специальной литературе. Но увековечивание памяти о таком человеке – важное событие для всех жителей областного центра. Брещане должны знать о земляках как можно больше, гордиться их достижениями и иметь возможность отдать дань памяти и уважения. Это нужно всем, это нужно и студентам, это нужно и учителям, которые окончили наш институт и их учила Едвига Антоновна. Это нужно и городу, потому что замечательные люди живут в нашем городе, и такие, как Едвига Антоновна Чернявская, которая прожила здесь всю свою жизнь. И мы действительно гордимся ею. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.